всем привет с вами юля и мой факультет рукоделия и сегодня мы с вами будем вязать из джута девочки когда мы вязали большие например какие-то сумки корзины и у нас остается вот так вот не два не полтора да не туда не сюда и полный какой-то моточек то можно связать что-то маленькое а что можно связать конечно же мочалку это экологично это полезно такая началка обладает очень хорошим массажным эффектом пилинг сделает вам и так далее то есть кладезь всего самого приятного и полезного давайте вязать сначала мы делаем петлю амигуруми вот так вот вокруг пальцев обматываем ниточку вот она колечко такое получилось из вот этого в это колечко вернее мы протягиваем рабочую ниточку вот такая петля получается и эту петлю мы провязываем вот у нас получился так скажем первый столбик без накида да кстати вижу я крючком 40 все свои крючки удобные увезла на дачу потому что там у меня вяжется корзинка вот пришлось достать набор кстати вот такой набор неплохо будет куда-то в дорогу с собой взять посмотрите очень удобно все компактно он легкий и не занимает много места убрала его в пряжи настенька не знаю сейчас есть там такие или нет и так в это кольцо амигуруми мы с вами должны связать так 23 3456 и так связали 6 столбиков затягиваем колечко то есть у нас получился вот такой вот малюсенький кружочек теперь в это колечко а кстати смотрите вот эту вот ниточку мы прокладываем по краю и пусть она у нас с вами спрячется чтобы мы к ней больше не возвращались теперь я в это колечко начинаю вязать столбики без накида вот так вот по кругу будем вязать по спирали не будем тут придумывать никаких дополнительных манипуляций даст петлями подъема и в каждую петлю нам с вами надо провязать по два столбика то есть вот в эту петлю я уже провязала два столбика и сюда давайте повешаем маркер вот у нас первая петля я ее отмечаю чтоб нам с вами не запутаться все прокладываем ниточку вдоль нашего вязания находим следующую петлю и под две дольки косички можно под одну как вам нравится провязываем два столбика без накида следующую петлю находим снова два столбика это у нас уже будет 6 до следите за хвостиком чтоб он у вас оставался внутри ваших столбиков так находим следующую петельку в нее тоже 2 и так далее до конца ряда то есть всего у нас было в первом ряду 6 следующем ряду будет 12 столбиков до так и еще одно сюда следующую петельку мы шли вторую сюда же петлю второй столбик вернее так раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 все соединяем вернее не соединяем вот у нас следующий столбик вот сюда надо будет вот она как раз та петелька которую мы отметили до убираю пока маркер и в эту петлю то есть в следующем ряду в третьем мы будем вязать один столбик без удвоения один столбик с удвоением вот у нас первый столбик я снова его отмечу то есть это нам нужно для того чтобы мы видели сколько у нас в ряду можно было чтобы пересчитать то чтоб наш круг красивый был ровным так следующую петлю я буду провязывать два столбика и в этом ряду у нас прибавится всего 6 столбиков и того должно получиться 18 следующую снова один столбик следующую петлю 2 столбика так вот такой вот кружочек у нас уже получается снова один то есть мы так с вами чередуем теперь до конца этого ряда следующую два можете сразу считать 1 2 3 4 5 6 7 8 18 должно быть у вас в конце тут у меня будет один здесь два эти вот этот хвостик все закончился он нам больше не будет мешаться тут на нашем пути так какая красота получается посмотреть ровненький красивый кружочек так сюда мы два сделали здесь значит один здесь два здесь один здесь два да он начинали мы с вами помните с одного то есть вот мы пришли к началу ряда вот такой вот кружочек у нас получается следующий ряд смотрите следующем ряду мы снова должны прибавить 6 столбиков и пусть у нас будут одинарный одинарный двойной одинарный одинарный двойной и так далее до конца ряда то есть сейчас я сниму маркер провяжу первый одинарный столбик сюда повешу маркер обратно чтобы он нам говорил где у нас начало ряда следующую петлю снова одинарный следующую петлю двойной девчонки я надеюсь что я уже в принципе достаточно подробно объяснила как вяжутся столбики то есть сейчас вот этот вот ряд заканчиваем самостоятельно вяжем одинарный одинарный двойной одинарный одинарный двойной и так я закончила двумя столбиками в одну петлю потому что начинала с одинарного помните да сейчас я снова снимаю у нас начинается новый ряд и в следующем ряду у нас снова прибавится 6 столбиков смотрите если здесь у нас было 24 столбика то сейчас будет 30 давайте немножко изменим направление чтобы круг у нас формировался ровный и вот в этом ряду будем вязать один одинарный столбик затем двойной и 2 одинарных да то есть ой я не повесила маркер по моему он был здесь сейчас посмотрим динарный одинарный здесь у нас двойной одинарный вот здесь вот видимо да вот тут у нас первый столбик не забывайте вешать маркер все вяжем снова значит одинарный двойной одинарный одинарный довязывайте девчонки до конца этот ряд самостоятельно закончили вязать этот ряд можете пересчитать вот по вот этим вот петелькам вам должно быть получится 30 так снимаю снова маркер следующий ряд как бы нам с вами вязать давайте с двойных начнем в эту петлю 2 столбика возвращаем маркер на место то есть мы сделали удвоение и теперь 4 одинарных столбика 1 2 3 4 то есть мы по правилам идеального округа добавляем столбики но я их вот так вот в каждом из секторов в каждом ряду переставляю с места на место для того чтобы у нас не получился например шестигранник да дальше значит снова двойной удвоение вернее вот в этот столбик дальше 4 одиноких столбика 2 3 4 все продолжаем вязать этот ряд у вас должно быть тридцать шесть столбиков следующем ряду мы еще прибавим 6 столбиков в течение ряда да и у нас должно получиться в секторе 7 столбиков давайте сделаем так одинарный столбик одинарный столбик не вас не забываем возвращать маркер 2 одинарный 3 одинарный дальше двойной это у нас 4 будет 5 и еще два раз два то есть три двойной 2 вот так вяжем следующий ряд довязываем самостоятельно итак я закончила этот ряд снимаю маркер и смотрите что хочу сказать такая мочалочка уже в принципе имеет право на существование что здесь можно сделать можно сделать вот так вот цепочку воздушных петель несколько петелек смотрите как вам нравится закрепить ее здесь же где-то так то есть вот у нас получилось такая петелька можно в эту же закрепить чтобы она петелька была поближе давайте поближе попробуем в эту же петлю так вот у нас получилась петля у мочалки и делаем еще пару столбиков для закрепления второй как я сказала распорно и один сглаживающий столбик вот такой не столбик а полустолбик все у вас будет ровненький край ничего больше придумывать не надо связали парочку вот таких вот мочалочек можно даже разного размера и вот вам уже пожалуйста подарок символически если вы пошли куда-то в гости подарили нужную и полезную вещицу кому-то из своих подружек или родных я же продолжаю вязать дальше я хочу чтобы у меня это мочалка надевалась на руку вот мне осталось немножко я думаю пару рядов давайте вяжем эти ряды самостоятельно то есть в каждом из рядов мы прибавляем равномерно по 6 столбиков следующий ряд у меня будет состоять в каждом секторе 8 петель и этот ряд я буду вязать 3 двойная 3 все продолжаем и еще один ряд я провяжу в этом ряду у меня будет 54 столбика также распределяйте самостоятельно например с двойного начинаем и в принципе давно мы в начале не делали двойных столбиков с двойного начинаем и все остальные столбики вяжем одинарными то есть в этом ряду у нас в секторе будет 9 да то есть двойной и потом 7 одинарных вяжем самостоятельно и так закончила этот ряд смотрите примеряю на мою ладошку достаточного такого количества рядов то есть вот так чтобы чуть-чуть у нас загибалась и теперь я буду формировать ручку разворачиваю вязание делаю столбик подъема то есть петлю подъема до на следующий ряд и начинаю точно также в две по две дольки косички заходя вязать ширину ручки то есть смотрите сколько вам нравится вот такую на что-то становитесь на этом моменте то есть я провязала для подъема раз два три 4 5 5 хватит не хватит можно 6 можно 7 столбиков смотрите сами давайте пошире пусть будет так поднимаю снова на следующий ряд то есть развернули вязание и начинаем вязать вот таким образом вяжем ручку той длины которая необходима то есть начал к должна сидеть на руке плотно сейчас я довяжу и покажу вам то есть я думаю что здесь все понятно я надеюсь что я была в кадре мы вяжем столбики обыкновенные потом разворачиваем вязание когда закончится ряд делаем петлю подъема и идем в другую сторону то есть вяжем теперь поворотными рядами длину ручки мочалки вот видите получается ручка у нас вывязывается смотрите девочки ручка связана то есть вы примеряете по своей руке вот таким образом прикладываете руку так мне неудобно я на стол положу и вот так вот соединяете мочалку с ручкой но вот я думаю что мне наверное можно и еще один ряд провязать сейчас я его провяжу и вернусь к вам то есть рука должна достаточно свободно туда заходить но и не вываливаться да хотя можно и закончить нет я еще один ряд провяжу все смотрите моя ручка готова я ее совмещаю с противоположной стороной нашего круга да ну примерно посмотрите можете все это высчитать чтобы одинаковое количество петель у вас было разворачиваем вязание вот этой стороной с лицевой стороной да я прохожу в петлю в две дольки косички этой стороны началки и в ту петлю которая у нас сейчас осталось после вязания ручки все соединили первую первое соединение сделали следующие две дольки косички заходим сюда заходим протянули можно вот так вот заходить можно через верх столбики делать как вам нравится следующий 2 дольки косички в следующую петлю так сейчас посмотрю внимательно где у меня следующая петля вот она захватили ниточку вытянули сюда следующие две дольки косички в следующую петлю вытянули и вот таким образом ручку пришили к мочалке да так теперь сейчас закончу вязать ручку расскажу вам что делать дальше вот что у нас получилось посмотрите какая красивая мочалка то есть на этом можно закончить я вам уже в одном мастер-классе второй вариант мочалки показываю но чтобы было у нас все красиво если уж вы до такой степени хотите отнестись к вязанию мочалки тщательно чтобы все было везде ровно и аккуратно то вот здесь мы с вами сделали такой шовчик да а здесь у нас его нету то есть смотрите что можно сделать проходим точно таким же швом дальше по началке то есть ручка у нас уже закончилась да а мы продолжаем делать вот этот вот декоративный шов ну вот таким вот образом и у нас вот это вот косичка пойдет по всему краю вот здесь где у нас да где мы с вами привязывали ручку точно также вот через вот эти дырочки вот так насквозь сложили вот здесь до нащупали вот этот вот уголок шва и прошли здесь с этой стороны прошлись и у вас вот такая красивая обвязка будет по всей мочалке все это второй вариант мочалки берите на заметку так девчонки я продолжу вязание своей мочалки дальше и придам ей так скажем лохматость вот смотрите вот у меня петля на крючке тут в том месте где закончила пришивать ручку делаю 1 3 петли так скажем подъема зацепляюсь за стенку столбика провязываю снова 3 петли подъема ищу следующий столбик зацепилась за стеночку провязала 1 2 3 следующий столбик смотрите можете делать через столбик например провязала 1 2 столбик провязала и вот что у меня получается то есть наш мочалка будет иметь такую ворсистость воздушность не будет иметь больше массажного эффекта все таким образом я прохожу весь этот ряд встречаемся после того как он будет готов смотрите какая красота у меня получается и дальше я продолжаю двигаться то есть вот я ряд закончила то не в каждом ряду а через ряд думаю этого достаточно будет сейчас я перехожу вот сюда отступив один ряд и продолжаю вязать тоже самое все и так прохожу всю мочалку до центра смотрите я подхожу к серединке здесь уже не очень удобно держаться вот я так вот перегибаю видите в том ряду в котором я вижу я перегибаю пополам саму мочалочку и вот так вот удобней по крайней мере вытаскивать петельки и провязывать их все я скоро закончу и вернусь к вам покажу что у нас получается итак я дошла до центра вот видите вот здесь сделала последний так сказать виточек своих рюшечек ну и где-нибудь здесь давайте зацепимся за что-то удобное сделаем узел узелочек модно вот сюда я зайду так делаю узелок нитку обрезаю и увожу наизнанку прокалываю крючком все ниточку увели посмотрите какая получилась красота вот это просто роза хоть прикалывай на блузку вот такая началка сейчас я вот этот вот хвостик спрячу покажу вам вот на руке она смотрится вот так здесь все получилось красиво достойно в общем такая презентабельная получилось мочалочка и вот этот хвостик я вставляю в иглу и посмотрите куда-то тут его надо припрятать я просто вот так прохожусь по столбикам для того чтобы увести этот хвостик немного от того места в котором мы остановились для того чтобы он у нас не выскочил все хватит пожалуй пару раз туда-сюда прошлись все мочалка готова в общем вяжите такую мочалку и идите вы все с баню девчонки ну мочалка правда получилось прикольно и приятная такая в руках ее подержать я думаю что когда она на нее попадет мыло или гель для душа она поведет себя так как надо то есть самый главный эффект этой началки помимо красоты это конечно же ее массажные свойства вязала я ее из джутовой нити называется она халва толщина нити с это такие ниточки продаются в пряжа центр рф я внизу оставлю для вас ссылочку переходите приобретайте пряжу и вяжите себе и своим близким вот такие мочалки в общем надеюсь что у вас по моему описанию все получится целых три мочалки минимум вы сможете связать и на этом у меня все с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока